Хмурое утро 28 октября 1943 года. США, Филадельфия. Особо охраняемая территория. Специалисты из Управления военно-морских исследований ВМФ США собираются использовать эсминец Элдридж, бортовой номер DE-173, для тайного эксперимента «Радуга». Основываясь на единой теории поля, разработанной Альбертом Эйнштейном, они создали электромагнитную систему, способную сделать корабль невидимым. Вопрос стал такой, можно ли сделать таким-нибудь образом, чтобы корабли не были видны для радаров. ВМС США решила это попробовать. И вот тут появляется на свет филадельфийский эксперимент. Филадельфийский эксперимент. Именно под таким названием весь мир узнал о грандиозном опыте американских военных. После поворота рубильника Элдридж исчез из виду в буквальном смысле слова. А через несколько секунд появился в порту базы Норфо. За несколько сотен километров от Филадельфии. Когда корабль снова материализовался на прежнем месте, даже бывалые военные пришли в ужас. Часть матросов погибли. Некоторые были вплавлены в корпус корабля, оставались живым, то есть вбиты как бы в стены. Представляли собой что-то такое жуткое. Некоторые провалились во временное, просто в трубу, да, и оказались в будущем. Но что случилось с моряками на корабле? Неужели вместе с эсминцем они действительно смогли переместиться в пространстве и времени? Спасибо.